Доброго времени суток. Вы на канале Ашот Ньюс 2. У армян в основном три точки начала своей истории. Это принятие армянами христианства, геноцид в османской Турции и сумгаидские погромы. Ни один армянин не хочет знать, что было до этих событий и почему они случились. Почти каждый армянин ненавидит Турцию и Азербайджан и кичится своей древней историей принятия христианства. Это основа всех основ для среднестатистического армянского мозга. Как мы уже говорили и доказывали, армяне не первые христиане. Вымышленный геноцид армян в Турции тоже является бездоказательной и неправильно истолкованной. И историки США и России не раз заявляли, что события в Османской империи не были геноцидом армянского народа. Это была война, где погибли граждане Турции и армяне в том числе. Сегодня мы хотим привести факты и неопровержимые доказательства того, что являлось толчком для погромов армян в азербайджанском городе Сумгаиде. Предупреждаю, что я как автор не имею цели оправдать убийство невинных людей. Моя цель внести ясность в логическую цепочку событий 90-х годов. Предупреждаю, те, кто зомбированы до костей мозга и начинают историю армяно-азербайджанского противостояния с Сумгаидских событий, могут отключить это видео и идти по своим древним делам. Те же, которые хотят иметь альтернативную информацию, пусть прослушают и посмотрят этот фильм до конца. Армяне, чувствуя назревание серьезных перемен в Советской империи, начали ряд подготовительных работ. В 1984-1985 годах были напечатаны статьи и книги, проведены научные конференции, нацеленные на фальсификацию истории Южного Кавказа. Расширяя пропагандистскую работу, армяне старались показать, что они являются якобы коренным населением на Южном Кавказе, а также обосновать свои претензии на ряд территорий. Ряд армянских организаций с целью привлечения внимания к армянскому вопросу в 1985 году предприняли попытку широко отметить 70-летие вымышленного геноцида. Но московское руководство, опасаясь ухудшение отношений с Турцией, разрешило проведение этих громких мероприятий только в Армении. Пригласив на эти мероприятия многочисленных гостей из зарубежных стран, армяне смогли провести значительную пропагандистскую работу. Приход к власти в Москве в 1985 году Горбачева, его открытая проармянская позиция и его пресловутый процесс перестройки создали широкие возможности для захватнических намерений армян. Карабахский комитет в Армении и его отделение Крунг в Нагорном Карабахе начали свою легальную деятельность, открыто озвучивая оккупационные и захватнические требования против Азербайджана. Эмиссары, прибывшие из Еревана в Нагорный Карабах, усилили организационную и пропагандистскую деятельность. 16 ноября 1987 года советник Горбачева, армянин, академик Аганбекян, выступая перед журналистами в отеле Интерконтиненталь в Париже, заявил, «Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении. Как экономист я считаю, что они больше связаны с Арменией, чем с Азербайджаном. Я уже внес свое предложение по этому поводу и надеюсь, что эта идея будет притворена в жизнь». Это заявление стало первым официальным сигналом для армян со всего мира начать атаку на Карабах. Заявление Аганбекияна было воспринято армянами как официальная позиция московского руководства и развязала им руки для более широкой деятельности. На фотографии памятник Марага-150, установленный самими же армянами в 1978 году в Карабахе в честь переселения первых армян в Карабах из иранского поселка Марага, 150 лет назад. То есть с 1828 года. В 1988 году надпись Марага-150 была уничтожена, а сам памятник переконструирован. Так армяне пытались стереть следы, но фотографии из государственного фонда не сотрешить. Начиная со второй половины 1987 года азербайджанцы открыто притеснялись в Армении и на Горном Карабахе, вынуждая их покинуть свои дома. Этот процесс осуществлялся со стороны местных армянских исполнительных органов и органов милиции и неформальными вооруженными группировками. Мирное население, пытающееся оказать сопротивление, подвергалось избиению и даже убийствам. Азербайджанцы, постоянно находящиеся под угрозой смерти, постепенно покидали свою родину и находили убежище в остальном Азербайджане. Первая большая волна беженцев в 4000 человек пришла в 1988 году из Гугаргского района Армении. Это было началом политики этнических чисток, проводимой в жизнь руководством Армении. Политикой этнических чисток азербайджанцы насильно выселялись в 1918-1920 годах и позже из территорий которой под сильным прессингом России был отдан Азербайджанам Армении. Наряду с политикой этнических чисток армяне сделали первые политические шаги. В январе-феврале 1988 года в Степанакерт и Ереване начались собрания и митинги с требованиями отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. 13 февраля 1988 года на площади Ленина в центре Степанакерта был проведен первый митинг. 20 февраля руководство Нагорно-Карабахской автономии послало официальное обращение к руководству Азербайджана с просьбой о передаче этой территории Армении. След за этим были организованы вооруженные нападения и спровоцировано противостояние. Немногим позже, 22 февраля, вооруженные армяне подвергли обстрелу азербайджанцев, проводивших мирную акцию в городе Аскеран в Нагорном Карабахе. Убили двух молодых людей и ранили 19 человек. Это кровавое событие было осуществлено эмиссарами, прибывшими из Армении, и армяне проявили свою заинтересованность в вооруженном столкновении. На фотографии первые азербайджанские беженцы из Карабаха. 28 февраля органы спецслужб Еревана и Москвы организовали кровавые события в Сумгаите. Из известных политических деятелей Армении, порой Райрикян, признавал, что события в Сумгаите были организованы Москвой. То, что эти события были организованы Москвой, признал также Крючков, бывший в то время председателем Комитета государственной безопасности СССР. Город Сумгаит, расположенный в 30 километрах от Баку, был выбран не случайно. Большинство из более чем 4000 азербайджанцев, насильно выселенных из Армении, нашли убежище именно в Сумгаите. И они были в ярости от зверств, учиненных армянами против них. Еще в советский период население Сумгаита, называемого «мертвой зоной», было склонно к радикальным действиям из-за своего бедственного положения. Именно поэтому здесь удалось спровоцировать широкомасштабные беспорядки. В результате беспорядков, продолжающихся в течение одного дня, были разгромлены квартиры армян, десятки человек были ранены, было убито 32 человека, включая 26 армян, 5 азербайджанцев и один лесгин. В материалах следствия указывалось, что бесчинствами руководили азербайджанец Ахмед Ахмедов и армянин Эдуард Григорян. То, что эти события возглавлял армянин, проясняет все. Известно и то, что почти все убитые армяне были те, которые отказывались вносить деньги в фонды армянских террористических организаций. Пострадавшая жительница Сумгаита Меджлумян так описывала в суде тот день. Григорян вошел в мою квартиру, нанес больной матери удар ножкой стула, и хотя я попыталась несколько раз оказать сопротивление, будучи женщиной, у меня не хватило сил, и он, повалив меня на пол, изнасиловал. Участвовавший в событиях молодой человек по фамилии Наджафов заявил следствию, что банда, организованная со стороны Григоряна, вторглась в дом номер 512 женщины-армянки по имени Эмма. Сразу же она была раздета до гола, и Эдик Григорян предложил вывести ее в таком виде на улицу. А затем с его участием Эмма была зверски убита. В другой части материала вследствие указывается, что Григорян со своей бандой ворвался в квартиру Петросяна, проживавшего в первом микрорайоне, нанес удар по голове хозяину квартиры, отчего тот упал без сил. Во время сумгаидских событий Эдуард Григорян лично убил пять армян и изнасиловал восемь женщин-армянок. Таких фактов много. Армянские организации смогли уберечь от наказания Эдуарда Григоряна, свершившего такие тяжкие преступления. Суд вынес смертельный приговор в отношении азербайджанца Ахмеда Ахмедова и приговор был немедленно исполнен. Григорян уже был вынесен приговор на 12 лет тюремного заключения и через несколько лет он был выпущен на свободу. Сегодня Эдуард Григорян припеваючи живет в Подмосковье. Это была краткая история трагических событий в сумгаиде. Поймите, нам глубоко наплевать на вашу древнюю историю и выдуманные байки. Даже если бы вы являлись прямыми родственниками Иисуса или пророка Ноя, это не дает вам право оккупировать чужие территории только лишь из-за того, что там живут армяне. У вас есть своя страна Армения. Никогда не будет на Кавказе двух Армений. Либо вы признаете это и мы будем жить как при СССР. Либо пока жив последний азербайджанский солдат, в Армению из Карабаха будут отправляться цинковые гробы с молодыми армянами. Решать вам. Благодарю за внимание.